Друзья мои, всем привет! С вами Палет, это Sims 4, проект Octavia. Я очень долго сюда не заходила, а не заходила я сюда по двум причинам. Ну, во-первых, потому что я купила два дополнения, которые добавили два города. Почему показывают, что дети в детском саду, хотя они здесь. Дополнение добавили два города, Сулани и Бридчестер, которые мне пришлось вычищать. Вычищать от Симов, а главное, что разрушать все здания, вот так вот варварски уничтожать. Ну, потому что вы знаете, что на земле Octavia нет других Симов и нет других домов, кроме четырех жилых домиков вот этих семей и одного единственного общественного здания начальной школы, которое эти четыре семьи построили в прошлой серии в складчину. Кстати говоря, у меня вот стоит пометочка, что у каждой семьи надо вычесть равную долю, а доля эта составляет для каждой семьи 15605, значит, у семьи Tesla останется всего-навсего 1305 миллионов. 15605 миллионов — это та сумма, которая получается, если стоимость школы Унка разделить на четыре семьи, это тот вклад, который они должны внести. Я тут с ужасом обнаруживаю, что Фью, кто когда устроил на работу техническим специалистом, откуда он взял это рабочее место в Octavia, это сделал КЦ, когда он ещё стоял, или уже эта игра без КЦ это сделала. Дело в том, что я в Octavia играю без компьютерного центра. Сколько чудных новых профессий. Но я напоминаю, суть челленджа в том, что Сим не может устроиться на работу, покуда нет здания, где есть рабочее место для него. Нет здания соответствующего, нет вакансии. Поэтому давайте-ка срочно Фью уберём с этой мифической работы и вернём его на прежнюю работу. А работает он художником, фрилансером, и причём совершенно специфическим художником он рисует шаржи. У Фью замечательный лёгкий характер, он весельчак, он шутник. Его радует любая мелочь в этой жизни. Так вот, я не закончила мысль, а вторая причина, почему я долго сюда не заходила, была та, на которую я вам неоднократно жаловалась, а именно то, что командный центр безжалостно взрослел. Те мои семьи, за которые я в данный момент не играла. Несмотря на то, что в настройках выбрана, взрослеет только эта семья. Поэтому из этого проекта, из Октавии, мне приходится убирать КЦ на время игры, чтобы он не конфликтовал с игрой при таком стиле игры. Сейчас у меня начался четвёртый цикл игры, то есть четвёртая неделя началась. Семья Тесла всегда первая в цикле, и похоже на то, что у них, у единственных, возраст соответствует истине. Вот Фью осталось два дня до взросления. И Смирик девять, потому что у неё было две беременности. Старший ребёнок Бамбли повзрослеет через один день. Тильда, она только-только недавно стала Тоддлером. Значит, я сейчас засеку, когда кто из этих ребят повзрослеет, и примерно в такие же сроки повзрослю членов других моих семей. Потому что в других семьях с возрастом полный бардак. Я, когда ими играла, вот до начала четвёртого цикла, я просто отключала им взросление. Дети голодные. Да, это по сети общаются с Фью, по сети с Большой Земли, с Архилепа. Приходят заказы моим фрилансерам. Ну, подождите, нам пока не до этого. Я бы хотела немного поговорить про семью Тесла. Я про них единственных почти ничего не рассказывала. А эта семья, пожалуй, самая обычная, самая земная семья, как их множество на Земле. Без всяких там готических и сюр-заборочек, как у лосков. Без тонких эльфийских душевных организаций, как у кельтов. И даже без детских надрывных душевных драм, как в семье Бризо. Первой, кажется, серии я рассказывала, а как же Сим с таким дивным характером, как Фью, умудрился таки попасть в тюрьму. У Фью Тесла в самом деле было удивительное чувство юмора. Он умел подметить парадоксы практически во всем. А главное так их подать, что все вокруг хватались за животики. Но однажды он недооценил важности персоны, над которой пошутил. А пошутил он над очень известным политиком. Понятно, что ему этого не простили. Более того, чтобы нивелировать тот разгромный эффект для политика, к которому привела его шутка, Фью объявили умственно неполноценным. Но это, конечно, было чистой ложью, потому что остроумие потому и называется остроумием, поскольку, как правило, сопровождает высокий интеллект. Ведь что такое чувство юмора? Это внимание к миру, способность заметить противоречия в, казалось бы, совершенно обычных вещах. Это умение сделать акценты там, где другие их не заметят. Чувство юмора — это умение разрядить ситуацию, не драматизировать проблему. Да и в конце концов, сказать Богу смерти — не сегодня. Чувство юмора — это одно из самых желанных качеств при поиске партнера. Загляните в Тиндер. Каждая вторая девушка упоминает чувство юмора в желаемых качествах. Кстати, по оценкам женщин, считается, что чувство юмора у мужчины компенсирует множество недостатков внешности. То есть роскошный красавчик-самец запросто может оказаться у Гэ, а вот остроумный шутник вряд ли будет непривлекательным. Кстати говоря, по тем же оценкам, еще и высокий рост и ямочка на подбородке нивелируют практически все другие недостатки. Вот интересно, а что компенсируют недостатки привлекательности у женщины? Мне кажется, молодость и красота компенсируют любые недостатки. Теперь про эсмирик. Вот вы знаете, кто такая эсмирик? Эсмирик — это тетка. Вот такая вот простая земная тетка. Ну, в каком-то очень хорошем смысле этого слова. Вы знаете, я вот в жизни, глядя на таких женщин, ну, тех, которые мне кажутся таковыми, я им даже завидую. Вот кажется, что они живут без каких-то заморочек. Вот просто живут, рожают детей, воспитывают, ходят на работу. Кажется, что они живут без каких-то эфемерных идей, без каких-то сложно сочиненных тараканов в голове. Они дают какое-то ощущение устойчивости и правильности жизни. Посмотрите на ее черты. Да, она где-то, возможно, она даже вот такая вот хабалистая тетка, но она просто делает то, что она хочет. Вот она считает, что хорошо ей удается танцевать, что она прекрасно двигается, хотя вы видите, что фигура ее далеко не фигура балерины. Ну, просто ей нравится. В ней много энергии, ей нравится движение. И в тюрьму она попала подобно Фью, потому что сказала одной рафинированной девице все, что о ней думает. Дело было в фитнес-клубе на одном из занятий по спортивным танцам. После этих занятий подошла Космирик, такая вся из себя жеманная, тонкокосная, томная дива, и сказала ей, ну, женщина, ну, вы посмотрите на себя в зеркале, ну, вы портите наши эстетические вкусы, ну, может быть, вам не стоит ходить на такие занятия, вот посмотрите, у вас жир из топика выпирает, может быть, вам лучше пойти на аква-аэробику, там хотя бы все это будет под водой, и никто этого не увидит. Ну, есть вот такие вот любительницы давать совет. К слову, это считается пассивной агрессией. Я думаю, вы догадываетесь, что сделала Исмирик. Да-да, она просто сказала все, что она думает про эту диву и про себя. Сказала, что она будет заниматься тем, чем хочет, и там, где хочет. Поговаривают, что она ей даже приложила к твою прекрасному лицу. Но тут врать не буду, лично свидетельницей не была. Дива на беду оказалась дочерью всего того же политика, которого невольно оскорбил Фью своей шуткой. Поэтому вот за такие, казалось бы, незначительные проступки эта пара Фью и Исмирик понесли такое суровое наказание. Ну а теперь вы точно знаете историю всех четырёх семей. Про все четыре семьи я вам подробно рассказала. А я пока это видео записывала, думала, а как же мне всё-таки синхронизировать возраст всех моих ребят. Я имею в виду старших детей. Видите, у них у всех наклёвывается день рождения. Мне очень хочется, чтобы все дети были примерно одного возраста. Мне вот не хочется, например, играть целую неделю. Что случилось, малышка? Кошмары тебе приснились. Но это потому, что тебя кубики не очень привлекают, и ты не развиваешь свой детский интеллект. Иди сюда. Сейчас мама этим всерьёз займётся. Она тебя утешит и позанимается с тобой карточками дидактическими. И, наверное, чтобы убрать вот это несоответствие в детском возрасте, мне придётся эту неделю играть буквально за каждую семью по два, отправить на рассмотрение клиенту. И даже за какую-то семью всего лишь один день. Ребят, вот скажите мне, может быть, кто-то из вас тоже играет за несколько семей? И вот как вы решаете проблему и приводите в соответствие возраст своих семиков? Со взрослыми-то не проблема у них, длинный возраст. А вот когда малыши... Ну, чтобы это вот была сначала детская тусовка, потом подростковая тусовка. А то неинтересно будет, если один вырос подростка, а все остальные по целой неделе будут в детском возрасте. И знаете, что я придумала? Я действительно вот поиграю по одному, по два дня за каждую семью на этой неделе. Троим из старших детей устрою день рождения, а потом к четвёртой семье соберу на праздник всех, устроим детскую тусовку. И так все старшие дети между собой перезнакомятся. Да, кстати говоря, мне нужно зайти в любом случае в семью Лоска. Вы видели, я когда рассказывала, как себя вёл Сальвадор Лоск. Это наш учитель. Он сам по собственной инициативе взял бамбли, отнёс его в бассейн, побрызгался с ним. По-моему, прирождённый учитель. Зарабатывает семья Тесла в основном книгами, которые пишет эсмирик Тесла. Иногда она выполняет заказы издательств и из Архилепа, но чаще она сама выбирает темы для своих книг. Причём книги она пишет тоже очень простые. Простые в том смысле, что она не выдумывает каких-то волшебных миров, не простраивает какие-то сложные сюжеты. Она описывает то, что видит. Вот видит она дерево и подробно описывает, как выглядит кора, как выглядят листочки, когда эти листочки опадают. Видит она рыбу, которую поймал её муж и подробности описывает её. То есть она занимается такой литературой нон-фикшн. Галла к нам приходила. Ну, прости, Галла, мы очень заняты, мы ещё увидимся. Да даже просто описывает, как протекает жизнь четырёх семей. Или то, как ведёт себя погода в разных районах Октавии. Такая литература очень ценится в Архилепе, потому что Архилеп пристально изучает землю Октавии. С её книгами очень помогает эсмирик её муж. Особенно он помогает с её детскими книгами. Да, именно Галла написала букварь для молодой поросли, чтобы они элементарно могли изучить буквы и научиться читать. Фью рисует на своём планшете иллюстрации или картины в жанре поп-арт. Да, у меня хоть и много художников в этом проекте, но они все специализируются на определённом жанре. Только что эсмирик закончила книжку «Смешинка». И, как вы понимаете, вдохновил её на эту книжку, конечно же, любимый муж Фью. Книжка эта о чувстве юмора в Октавии. Следующий роман эсмирик будет документальный. Да ничего себе, она ещё жизненную цель выполнила, неожиданно для меня, потому что опубликовала 10 книг, я так понимаю. Так вот, следующий роман эсмирик будет целиком посвящён семье Брезо. Всё это она делает, естественно, с разрешения семьи и пересказывает документально, по фактам, всю историю их жизни. Она считает, что потомки обязательно должны знать историю основателей этой земли. Если с детскими книжками, с иллюстрациями ей помогает муж, то с описательными книгами, например, с описанием растений, животных, погоды, ей очень помогает Ларга Брезо. Если вы помните, то ли в первой, то ли во второй серии, они договорились о совместном проекте, что если эсмирик пишет документальную литературу, то фотографии для этих книг для неё делает Ларга. Он уже прекрасный фотограф и может очень здорово изобразить всё, что нужно показать. Слушайте, да что ж такое? Опять приснился кошмар. Моим детям в апокалипсисе кошмары снятся реже. Мама, папа, мне снятся ёжики в тумане и летучие рыбы. И вроде бы мышление у неё уже второй уровень. Но смотрите, она сама хочет попросить маму показать дидактические карточки. Ребёнок, ты почему такой нервный родился? И ведь фонарик у меня висит волшебный. Реально, мои дети в Глазболте спят лучше, чем здесь. Но я думаю, что здесь тоже очень здоровая атмосфера. Какое-то идёт влияние на мозг Симы, безусловно. Не зря же все другие Симы исчезли. Вот посмотрите, какие замечательные иллюстрации для детских книг своей жены рисует Фью Тесла. А тут проезжает мимо дома Сальвадор. Едет он в школу Умка проверить, всё ли готово к новому учебному году. Нужно зайти в его семью и сделать его настоящим учителем. Утро понедельника. Мать семейства стала пораньше. Приготовила горячий завтрак. Вот такое вот яйцо с тостом. Я пытаюсь собрать всю семью за столом. Эта семья очень дружная. И у них в традициях собираться за столом на приёмы пищи. Фью говорит жене. Ну что, мать, у нас сегодня важный день. Сегодня день рождения Бамбли. Сегодня день рождения нашего первенца. И действительно сегодня Бамбли повзрослеет. И Смирик говорит. Да, слушай, как быстро течёт время. Сейчас закончим завтраком. Я испеку ему шоколадный торт. Он очень любит. Ну что ж, торт со свечками готов. День рождения празднуем в кругу семьи. Бамбли почти дотянул до идеального малыша. Осталось вот половинку воображения. Но возраст уже светится. Хочется, чтобы он повзрослел с помощью тортика. Ага, сами они не могут задуть свечки. Но Бамбли попросит папу поднять его повыше. С днём рождения, малыш. Я уже побывала в генераторе. Этот пухляш у нас будет добрым, творческим дарованием. Вот такой вот пузатенький зайчик. А добрый он ни в кого из родителей. Добрый он, потому что вырос в доброй атмосфере родительской любви. Вот наш малыш. Я его переодела. Слушай, мам, Сальвадор столько рассказывал про новую школу. Там так интересно. Я так хочу на неё посмотреть. Ну мне правда интересно, где же я буду учиться. Давай, давай, пойдём туда прямо сейчас. Да ты знаешь, малыш, это хорошая идея. Я вот сейчас возьму тортик, и мы туда поедем. Потому что я с Сальвадором тоже договорилась. Я хочу отвезти туда несколько книг, чтобы все детки могли почитать. И Смирик, правда, подобрала несколько написанных книг. Во-первых, документальные романы про историю семьи Брезу. Растение Октавии. Азбуку учим буквы. Ну и да, конечно, какая кухарка не выдвигает свои причины трагедии в мире. Причины катастроф в Семирии. И такую книжку Смирик успела написать. Так что и Смирик привела сына показать ему его новую школу. К тому же, с ней нужно было встретиться с Ларга. Она собиралась написать книжку о лягушках Октавии. Ей нужны были качественные снимки этих земноводных. А Бамбли увидел своего будущего учителя и улёгся смотреть на облака. У них дома до сих пор ещё нет столика для поделок. Поэтому Бамбли может воспользоваться школьным оборудованием и начать выполнять свою детскую мечту. Бризо, ну ты чего ругаешься? Он говорит, ну ты знаешь, как трудно выловить нужных лягушек. Они такие скользкие, они выскальзывают из рук, а ещё мне рассказывали, что от них бородавки. Бризо, он не опошлен хорошими манерами, мы об этом знаем. Жарко у нас здесь в Винденбурге. Зажарится до смерти, да вы что? Ну-ка смени одежду, быстренько. Я не хочу, чтобы ты зажарилась до смерти. Во-первых, смени одежду, во-вторых, зайди, пожалуйста, в помещение. И Смирик положила торт, говорит Сальвадор, давай, Сальвадор, приглашай всех, отпразднуем открытие новой школы. И как можно книги переместить в общественное пользование? Нужно их выложить и задать задание, поставить на место. Тогда они окажутся в общественной библиотеке, а мы пополним библиотечный фонд. Смотрите, ребят, вот здесь, в проекте, где NPC мне вообще не нужны, где их как будто и нет в помине, игра создаёт таких интересных симов. С другим цветом глаз, кроме карива. С серыми глазами симик. У меня же там глаз-болтик, где мне так нужна свежая кровь, а вернее цвет глаз любой, кроме карива. Причём карива только одного оттенка, нет такого ни одного. Слушай, Эсмирик, ты прости, что я на тебя наехал, да ты знаешь, стрижи опять, поссорился. Ты представляешь, она меня снова преревновала, ну просто достала уже своей ревностью. Она, кстати, всю вашу семью с малым приглашала на день рождения нашей старшенькой Мелоди. Приходите к концу недели. Будут все друзья, все будут со своими старшими детьми. Отпразднуем общий день рождения старшеньких. Чё, мам, нас на днюху приглашают? О, круто! Я хочу на днюху! Эсмирик на самом деле ещё пришла в школу, чтобы посмотреть этот маленький компьютерный уголок. У неё была мысль, может быть, ей организовать здесь маленькое издательство и издавать книги непосредственно в Октавии, а не зависеть от Большой Земли. Но она поняла, что нет. Она поняла, что здесь всегда будет полно народу, здесь всегда будет полно детей. Если не школьные занятия здесь будут идти, то дети будут оставаться после школы на группу продлённого дня, ну потому что все родители заняты, все родители усиленно зарабатывают деньги. Я вот сейчас думаю, на какое следующее здание нам начать копить. По-хорошему, конечно, нужна Октавии своя больница. Потому что если случись что серьёзное, ну вот кто им, бедолагам, поможет? Конечно, эта восьмёрка, она обладает навыками первой помощи. И на каком-то примитивном уровне мои ребята смогут оказать помощь. Ну а если случится что-то серьёзное? Ещё вы знаете, что мне хотелось сделать? Это, к сожалению, нельзя сделать прямо из библиотеки, потому что здесь через шкаф книжки не закажешь. Обещанная книга о лягушках. Что случилось с жабами? Октавии. Так вот, надо будет дома купить книги по навыкам и опять же отвезти их в библиотеку. Да, вот ещё один зеленоглазый сим. Игра, ты же можешь, когда захочешь. За что ты меня так наказываешь в глазболте? Пока мама с сыном ходили в библиотеку, папа тут немножечко переделал детскую. Ну потому что дети всё-таки разнополые, нужно им какое-то личное пространство. А не хватает в этом доме места ещё для одной комнаты. Ну вернее будет хватать только если строить второй этаж. А мне, честно говоря, так не хочется этим заниматься, потому что это же все крыши придётся разрушать. Как-то сюда вот втуливать лестницу, она сюда еле-еле влезает. Но больше всего мне не хочется с крышами возиться. Поэтому папа тут построил две картонных перегородки, взгромоздил небольшой турничок. И за навесочкой мы девочку от мальчика отделили. Ну пока так. И то, вон, видели, счета больше тысячи. Как копить-то деньги на следующее здание? Вольничка-то уже будет стоить не столько, сколько школа, а значительно дороже. Я смотрю, счастье-то какое дети стали до конца доедать еду. Всё-таки починили эту бяку. Итак, вторник-среду мы у кельтов. И как и следовало ожидать, Кейтелин тоже игра устроила на какую-то левую работу. Окей, а навет она. Замечательно, да? Ладно бы она просто устраивала на работу, но она делает это настолько нелогично. Почему не учитываются навыки? То же самое было у Фью. Я поняла, с кем игра это творит. С теми моими симами, которые были самозаняты. Помните, с каким-то из дополнений пришла самозанятость? И мне это очень нравилось, потому что если симы были самозаняты, то игра их не трогала. А теперь всех самозанятых симов пристроили. И вот вопрос, что же мне тогда... Так, какая работа? Ты не идёшь ни на какую работу. Я просто вот сейчас думаю, что же мне делать с Кейтелин. И вы знаете, что я подумала? Что я её могу устроить рыболовом. Ведь для рыбака не нужен никакой офис, правильно? Заодно я смогу обкатать эту профессию в контексте моего апа. Чтобы хотя бы понять, упс, там у меня в глазболте сумеет её закрыть. Самое логичное бы было, конечно, Кейтелин устроить каким-нибудь садоводом. Но для того, чтобы сим стал садоводом, нужен какой-то общественный ботанический сад. Ну или аптекарский огород. Так что, Кейтелин, ты отныне рыболов. Будешь работать в утреннюю смену. Она предпочитает готовить не только из хороших плодов, но и из проверенной отличной рыбы. Кейты у меня какие-то самые богатые оказались. Даже после вычета доли за школу у них остаётся 10,057. Я ещё, знаете, ребята, о чём подумала? Помните, именно в этой семье Ториэль выиграл миллион во время лотереи. Миллион-то я ему не дала. Но пообещала к моменту взросления второго поколения построить мэрию. И я решила ввести это в правило. Теперь мои семьи обязательно будут участвовать в праздниках лотереи. Кстати, почему здесь нет лотерейных праздников? Если какой-то из семей посчастливится выиграть миллион, то Архилеп Большая Земля будет строить какое-то общественное здание. Потому что, учитывая, что появилось настолько много новых профессий, боюсь, что мои ребята своими силами не справятся с количеством необходимых зданий для вакансий. А мне так хочется какие-то новые вакансии обкатать. Да и потом для многих профессий я, честно говоря, себе ума не приложу, какие рабочие здания нужны. Вот, например, где работают океановеды и водолазы. Какие офисы у водолазов и океановедов? У вас есть мысли на этот счёт? В семье кельтов грядёт, а именно завтра, день рождения вот этой красавицы, Луинесс. И я бы была не я, если бы я не расковыряла, наконец-то, описание черт характера. Вы знаете, как я люблю покопаться и найти несоответствие. И вы знаете моё отношение к переводам многих черт. Характеры, которые совершенно не соответствуют истине. Так меня бомбило, когда я читала описание скептика. Это вообще не про скептика. Скептик — это человек, который не верит на слово каким-то непроверенным фактам. Это человек, который подвергает критическому анализу всё, что слышит. Скептик — я только порадовалась, что малыши стали доедать еду. Ну фиг вам, они взяли и поставили недоеденные тарелки. А в семье Тесла мои малыши более сообразительные, они всё доедали. Но вот это критиковать недоброкачественные предметы, низкопробные телевизионные программы — это что-то другое. И какова же была моя радость, когда я случайно наткнулась на информацию, что оказывается скептик в оригинале — это сноб. Но вот тогда всё совершенно стало на своё место. Это действительно описание сноба. И Триэль, и Кетилин — именно снобы, а никакие не скептики. Снобы они потому, что они выросли в семьях, принадлежащих высшему обществу. Они с детства привыкли к роскоши и дорогим вещам. Они получили очень хорошее образование, их родители могли им это позволить. И поэтому Триэль — такой больше интеллектуальный сноб. Он презирает, ненавидит глупость. Кетилин — она же в большей мере сноб в отношении качества еды, в смысле вещей, которые её окружают, в смысле ухода за собой. Ну вот тяжело. И, наверное, в Октавии как-то вещички-то вокруг достаточно дешёвые, за неимением лучших. И как истинные снобы эти родители не могли позволить, чтобы их малыш был неидеальным. Да, вот Луинесс подходит к своему взрослению как идеально умный ребёнок. Кетилин в первый раз отправилась на работу. И смотрите, как любопытно. Здесь нет действия упорно работать, есть действия ловить рискованно, повышает производительность труда, снижает уровень бодрости. Есть возможность расстроиться. Но ради качественной рыбы Кетилин готова на всё. Да нехило так снижается шкала бодрости, учитывая, что она ушла на работу с максимальной практически шкалой бодрости. Ничего себе рыбалочка. Ага, вот она что. Рискованная рыбная ловля – это браконьерство, правовые меры, вымирающие виды. Это пойдёт на пользу карьере, но власти не будут церемониться, если прознают. Похоже, Кетилин ловила осетров. Я надеюсь, что из Архилепа не прибудет служба по борьбе с браконьерами. И при таком изматывающем рабочем дне Кетилин даже близко не приблизилась к повышению. Она всё ещё на первом уровне. Да, кажется мне, что Упсу не светит закрыть карьеру, и, судя по всему, он даром жрёт хлеб в Вентурисов. Кроме генетики мы ничего от него не получим. Давайте закончим эту серию. День рождения Луинесс. Генератор выдал ей, не поверите, вундеркинда, в папу интеллектуального сноба и черту характера дружелюбная. Да уж, в этой семье Луинесс научили хорошим манерам. Папа вручил дочери подарок – велосипед, намекая на то, что в такой семье она должна выглядеть на все сто, а значит, немножечко похудеть. Первая детская травма. Вы представляете девочку, которой папа говорит, что она недостаточно стройная? Я бы с большим удовольствием подарила ей качели. Я вот прикупила качели. Но, к сожалению, тут подарки нельзя дарить из багажа семьи, только из кармана симов. Ну что ж, друзья, спасибо, что провели это время со мной. Я очень надеюсь, что вы проявите интерес к этому проекту. И мы с вами увидимся вновь.